Он мог бы связать свою жизнь со спортом, медициной или правоохранительными органами, но стал актёром и, в принципе, воплотил все эти профессии на экране. Его послужной список впечатляет. В 43 года более 50 ролей. Известность пришла к нему после картины «Адъютанты любви». Ловкий, умный, романтический герой в авантюрном историческом сериале «Неплохое начало». Знаковый для себя он считает работу в блокбастере «Духлес». Звёздный состав, творческая атмосфера на площадке, точные образы и, как результат, успех не только фильма, но и запоминающаяся роль в копилке. Широкую популярность принёс ему сериал «Сладкая жизнь». Зрителю было интересно наблюдать за трансформацией героя, когда тёмная сторона личности постепенно превращается в светлую. О себе он говорит «Занимаюсь актёрством для души и получаю удовольствие, а если его нет, то и начинать не стоит». Сегодня мой герой – артист театра и кино Никита Панфилов. Здравствуйте, Никита. Это я бурно вам аплодирую от всей души, потому что мы ждём вас в программе «Мой герой». Я жду вас в программе «Мой герой». Лет пять, наверное. Нет, мы посчитали. Два. Два? Не может это… До трёх ещё год есть. Слушайте, а почему вы так долго не шли? Что происходит? Вы всё время работаете с утра? Нет, там пандемия сначала была, а потом как-то коннект-дисконнект был. Я всё время то в Нижнем Новгороде, то я уезжал в Питер. Ну, на работу. Да, да. То есть вы всё время на работе? Ну, пока было так, да. Ваш образ жизни – это работа? Вы всё время работаете? Я стараюсь. Уже в привычку вошло, и когда у меня выходной какой-то появляется, я не знаю, чем занять себя. Вот у меня в Нижнем Новгороде было, когда работаешь 6-1, да, и один выходной в неделю. Я просто открываю глаза и лежал часа два смотрю просто в потолок. И так было хорошо, и я так не хотел от него отрываться. Вот это просто выходной такой было. И когда ты привык вот в этом работать, вот сейчас у меня месяц выходных в месяц, я не знаю, чем себя занять. Я не привык так. Месяц слишком много. В принципе, актёры, да, вы же работаете собой. Да. То есть у вас нет другого никакого инструмента, да? И для того, чтобы собой работать, себя надо как-то чем-то заполнять. Угу. И чем? Слава богу, дочь есть. Угу. Вот, бог дал дочь. Когда я её вижу, всё, я остановлюсь Никитой Панфилов снова назад. Ни Макс Максимов, ни там Игорь, ни Стас, не дай бог. Я Никита Панфилов. Как только этот человек к вам не подбегает, вот сразу всё хорошо. Поэтому я стараюсь дочь всегда брать с собой. Туда, куда я еду. Ну, в Сочи или четыре годика. А Никита Панфилов в возрасте четырёх лет был каким? Вы себя помните? Да. Первый раз вышел на сцену в четыре годика. Первое моё впечатление, потому что я жил в таких тепличных условиях с бабушкой и дедушкой. Потому что родители студенты ещё были, им тяжело было с двумя. И они забрали старшего, Илью, а я остался с бабушкой и дедушкой. Ну, конечно, там вокруг меня плясали. Конечно. Я помню, как я устроил истерику, что дед купил мне не тот баян. Ой, мне стыдно так было. А я прям истерик. Это не тот, который я хотел. Вот. А потом бабушка сделала... А вы в Москве жили? Во Владимире. Бабушка забрала во Владимир, а вообще все родители в Москве, и Илюха тут же жил. Бабушка сказала одну неправильную вещь, которая повлияла на дальнейшую мою судьбу. Она сказала, давай сделаем так, вам тяжело. Пускай Илюша живёт с вами, а Никита с нами. А потом посмотрим, кто лучше воспитает. И вот для мамы это было как красная тряпка. Она сказала, нет. И забрала меня. И вот тогда я первый раз понял, что не всё сказка-то в жизни. Меня забрали в коммуналку сразу от бабушки. Из трёшки, из дачи, со свободы. В какую-то коммуналку забрали. К бабушке я ездил только на выходные или ещё что-нибудь. И появился театр, чего я вообще не знал в своей жизни. А отец подумал, ну почему нет? Первое воспоминание, это вот так вот рояль стоит, вот так выше меня. Я совсем маленький. Вы маленький, да? Отец стоит и кричит на меня. Первый раз на меня никто никогда не кричал. А я в шоке вот так стою, он как режиссёр всё время, эмоционально. Ну что, ты совсем не понимаешь. Просто поднял меч и пошёл на ту сторону кулис. А я стою, зачем я должен идти? Зачем я должен поднимать его? Что это вообще за ерунда? Нет, подождите. А отец режиссёр? Да. И отец, и мать режиссёры. У матери я сразу начал играть Волчонков в этой плахе. У отца я стал играть Иван Царевич в спектакле тоже. Весь спектакль я шёл куда-то. Ну это, я бы так сказал, знаете, есть, так можно сказать, профессиональная самодеятельность. Потому что отец работал просто на прополосе. Ну вот всё, что есть, он всё туда. Всё в театр, всё в театр. То есть он такой фанатик? Фанатик тотальный, просто. Ну вот если бы не он, наверное, дворец культуры Зочи, который сейчас есть, его бы не было. Вот он там всё здоровье в 90-х оставил, когда хотели сделать казино. И он там вот забрикадировался. Однажды ему дали звание заслуженного работника культуры. А кто-то, какой-то нехороший человек, сказал, что это звучит как засрак. Ну это известная такая шутка. И он сказал, не надо. Я сказал, это не... Я же говорю, пап, звание приходит вперёд тебя. Заслуженный работник культуры Владислав Владимирович Панфилов. Или просто Владислав Владимирович Панфилов. Говорят, потом ещё дадут. Ну и всё, нет, уже не дали. То есть он такой бессеребренный? Да, абсолютно. А мама? Мама прямая противоположность от отца. Вот, к примеру, если какая-нибудь работа у меня выходит, отец всегда хвалит. Но никогда не давал ни разу мне ни одной главной роли. Никогда и ни разу. А мать, наоборот, всегда ругает. Но во всех её спектаклях я играл только главные роли. И вот вы из этого прекрасного города Владимира оказались в Москве в коммуналке и на сцене. И что? Вот вся жизнь переменилась. И третий раз она переменилась, когда дед умер. Вот тогда закончилось детство у меня совсем. А это сколько вам было? Это мне 10 лет было. Ровно 10 лет. А так, конечно, я не понимал, куда меня забрали. Почему от бабушки с дедушкой вырвали, увезли в коммуналку зачем-то. Какая-то сцена. Я вообще ничего не понимал. Представляете, ванильное детство, абсолютно ванильное. И вдруг меня вот так вот выдергивают в полувзрослую жизнь. Где я один в доме культуры. И у меня из игрушек один шарик я нашёл вот такой вот стеклянный. Я с ним игрался. Целый день игрался. Зато теперь мне самим собой не скучно, видимо, из-за этого. Нет, это я понимаю. А дед умер, и детство кончилось. Почему? Он вас так любил, или вы его так любили? И он меня, и я его. И вот это вот то, что никогда нельзя кричать на ребёнка. То, что нужно всегда вот так вот уважительно и любовно относиться. Это всё от деда. А он был во Владимире, да? Да, да, да. А он кто по профессии? Водитель. А бабушка? А бабушка на химзаводе, она герой труда. Да, 25 лет во Владимире на химзаводе. То есть они такие совершенно простые люди, и... Да, когда эта история, когда мама подошла, решила стать режиссёром, всё, она решилась, подруга, они решили ехать в Москву, поступать. И она приходит, говорит, ну почему вот всем отцы помогают, а ты мне нет? Он говорит, милая, я слово режиссёр только от тебя узнал, что такое есть. Как же я тебе помогу-то? Вот, 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 вот был такой у меня. А с братом наладились отношения, когда вот вас в Москву привезли, и вот вы оба маленькие ещё? Нет, конечно, каждый день драки. Потом, когда нас начали наказывать за драки, родители стали понимать, что мы дерёмся, когда тишина наступала. Прям каждый божий день драки. Он в циркуле в меня втыкал, вот мне на лбу шрам, это от лопаты он мне зарядил лопатой. Я его называл очкариком всё время, а он очень злился на два года, на два с небольшим. Он очень злился, книгами в меня кидался, а я доводил. А сейчас? А сейчас мы друзья, прекрасные друзья. А учились хорошо в школе? Плохо, ужасно, и двоечник. Неинтересно было? Да, я в протесте. Это вот, опять же, ещё одна история. Когда я пошёл 1 сентября, всё, я нарядный, бабушка, мне цветы срезала, дала, всё как всегда, всё прям прекрасно значок. А они приехали, бабушка с девушкой, да? А бабушка с нами жила, когда я пошёл в школу, бабушка переехала, когда поняла, что некому заниматься с нами. Она со мной делала и домашние задания, и всё остальное. И я пришёл на 1 сентября, возвращаюсь, снял, говорю, фух, всё, теперь в следующем году. Она говорит, не-не-не-не, завтра? Завтра? Я говорю, как завтра? Я же сходил. А даже не готов был к тому, что это каждый день. Это шоу для меня был, да, я думал, всё. И они говорят, милый, каждый день. Я говорю, что и домашние задания тоже? Она говорит, да. И вот тут у меня прям рухнул мир. Да. Всё. И я возненавидел школу, прям каждой фиброй своей души. Я не хотел учиться вообще. И знаете, прикол, я только в институте понял, что я могу быть отличником. Достаточно просто знать, учить и знать. А что было интересно, Никит? Кружки, борьба, двор. Кружки какие? От выжигания до борьбы. Вот опять же, Григорий Каримский, да, там, я, я когда посчитал, в скольких я за неделю кружках занимаюсь, получилось 12 штук. Ах! Но это же дворец культуры. Я даже русским народным танцем занимался целый день. Целый день занимался. Я сказал, ты не хочу, я не хочу. Брата отдавали всегда в больные танцы, на фортепьяно. Я смотрел на это, какой ужас. Какой ужас. Меня в борьбу, наоборот, отдавали. А какое-то было у родителей или у вас у самого видение вашей дальнейшей судьбы? То есть кем вы должны были быть? Нет, родители никогда не настаивали, кем мне стать. А так как я в театре с 4 лет был, я не воспринимал это как профессию. Я воспринимал это как хобби, как развлечение. Здесь мои друзья, тут моя любовь моя. И одна, и вторая, и третья. И пятая, да. Все вот здесь. Это жизнь, просто хобби, развлечение. Мы придуривались. Отец ругался, тишина за кулисами. И я только после армии, когда сел на скамейку, подумал, а что я хочу вообще? А вы поступали куда-то? Да. Или сразу просто решили, что вы в армию пойдете, и ничем не будете там больше заниматься? Армия эта, я от безнадеги ушел, от большой любви. И я не воспринимал актерскую профессию как профессию. Я и врачом хотел быть. И я просто постеснялся. Я после тренировки шел в каких-то трениках, в взъерошенная прическа, весь потный. Здесь потные тренировочные борцовки. Захожу, а там девчонки все красивые, намарафеченные, закучерявленные. Парни с бабочками. Я первый раз видел, чтобы с бабочками ходили люди. И я, куда я со свиным рылом? Это куда? Куда вы зашли-то? Это я в медицинское училище зашел. А я хотел. Я же ведомый был очень сильный. И мне педагог по анатомии сказал, что у тебя талант, ты просто все запоминаешь, это просто. Ну попробуй. Я зашел. Мне так стало стыдно, что я вот такой, а они вот такие. И я не пошел даже дальше. Ну вот смотрите, вот вы школу окончили и дальше. Что, куда-то поступали? Нет, спортшкола сначала у меня была, три школы. Потом я хотел стать милиционером. Ну потому что полкласса милиционерами захотели стать. А я опять же не знал, что за профессия какая. Я представлял полицию, я хотел в ГАИ. А меня смотрели как совсем на странно. Потому что я посмотрел полицейскую академию тогда. Я представлял, что это вот такая должна. Вот она, вот так. Что она вот такая, все красивая. Конечно, я понимаю. Слава богу, я туда не поступил. Слава богу. А поступали, да? Конечно, да. В среднюю школу милиции я поступал. Слава богу, не поступил. И вот тогда мать сказала, я сказала, я буду в следующем году поступать. Она сказала, хорошо. А в этом что делать собрался? Я говорю, ну не знаю. Ну вот и иди пока в Институт современного искусства. Там, где брат учится. Я говорю, зачем? Ну иди на театральный, на актерский. Иди. А я даже стихов не знал никаких вообще. Я спортсмен. И я читал, что-то дай джим на счастье лапу мне. И меня взяли, потому что всего один пацан был на курсе. Ну а потом дальше уже встретил там первую свою прям страстную любовь, наверное. Когда ты под окнами стоишь. Вот в институте, да? Институте. Балерина. Забил на учебу. Мы, конечно, расстались потом с ней через год. Все время проводил у ее подъезда. Боль, слезы. Первая сигарета выкуренная. То есть это прям вот так и на разрыв. Любовь. Потом не было никогда такого. Вот прям вот чтобы вот так. И я сказал отцу, пап, я пойду в армию. Он сказал, ну ты хотел стать милиционером? И через какие-то свои связи отправил меня в ВВМВД, я служил. Вот туда ушел. И я сразу перехотел быть милиционером. А из институтов вас выгоняли? Ой, мать, кошмар. Уже вы пришли из армии? Нет, сначала из ИСИ меня выгнали. А это институт современного искусства? Современного искусства. Ну я же забил на институт, забил. Я ездил туда гулять. Они мне сказали, Никита, уходи. Это еще до армии было? До армии. До армии. Потом оттуда выгнали, вы сходили в армию. Вы поступили в институт сначала в Щепку, правильно я понимаю? В Щепку, да. А потом в ГИТИС. Был целевой набор, да. Управление культуры набирало целевой набор. Конечно, мы поступали, было куча народу, да. А я же из армии пришел. И я пришел вот такой вот. Мне приятно было в армии думать, что я там внутри. Что вот это вот не я. Это не я. Я изнутри себя, и там вот как в тракторе сижу. Тогда было проще относиться ко всему. И я до такой степени себя так глубоко загнал туда прямо, в трактор в этот, что я стал не его водителем даже, а каким-то клапаном в моторе. Я был так глубоко там. И мне потом так тяжело было оттуда вытащить себя, что я с трудом вспоминал, что такое актерская профессия. Я с трудом оттуда выкарабкивался из армии. С трудом. Колоссальная работа была над собой. Я понял, что я после армии, вот я говорю, сел. Чего я хочу? Чего мне нравилось? Мне осенило, что мне нравилась всю жизнь актерства. Что сцена, это и есть моя жизнь. Что я вот это люблю. И это можно еще и профессией сделать. Я подумал, вау, так надо поступать. И я поступил. А вот дальше мне начались, как всю жизнь мою, подзатыльники такие. Хочешь актером теперь быть, да? А, догадался. На. Уходи из этого института. И отец поругался с управлением культуры. Сказали, что за Никиту тогда платить не будем. И ко мне подходит Афонин и говорит, царственный небес, говорит, ты прекрасный студент. Мы хотели бы тебя взять, но платить мы за тебя не можем. Поступай в следующий раз. И у меня прям как шок был. Как так? Вот так просто. Просто взяли да выгнали. Вот это да. Приплыли. Ну и на следующий год, конечно, я туда же не поступал. Я поступил уже в ГИТИС. К Андрееву поступил. Тоже там год проучился. А потом опять подзатыльник пролетел. Так все-таки хочешь быть актером? Да. На. До свидос. И за глупейшую драку. За глупейшую драку. Тут сразу скажу, я не прав. Я не прав. Я прошу прощения. Я не прав. Но так должно было быть, чтобы меня выгнали оттуда. И я переживал так, вы не поверите. Тогда я переживал так, что у меня АТИТ и конъюнктивит одновременно начались. Представляете? Да. Одновременно я переживал. Я думал, вот прям вот жизнь кончена. Все. Я учился в ИСИ. Меня выгнали. Я учился в Щепке. Меня выгнали. Я учился в ГИТИСе. Меня выгнали. Все. Значит, там не хотят, чтобы я был актер. Все. Да и вообще позор. Все. Позор. Мне уже 20 лет. Я уже старый пердун. Да, я понимаю. Жизнь кончена. Еще год и пенсия. Слава богу, что меня выгнали. Вот. И я тогда ушел. Я потом... Знаете, что я начал делать? Я с таким страхом воспринимал опять первый курс. Четвертый раз. Я когда посчитал, сколько я учился, 8 лет. Я мог бы медицинский закончить. И я начал пробоваться на второй курс сразу. К Райкину пришел. А так можно на второй сразу? Конечно. Ну, а я же отучился год. К Райкину пробовался, но не получилось. Потом пробовался еще. Я 4 вуза попробовался на второй курс. А потом была прям магическая, магическая прям магия. К Лобанову я начал попробоваться. Курс был в Амхате Лобанов-Табаков. Русско-американский курс. И я пришел к Лобанову, и он говорит, ну, что, почитай. Я начинаю читать и забываю прозу. Забываю ее. Чего не было никогда. Она такая простая была. Он говорит, не волнуйся. Ой, не поверьте. Я говорю, я не волнуюсь вообще. Я просто забыл. Начни еще раз. Я начинаю, опять забываю. Он говорит, ладно, я все понял. Завтра приходи к Олегу Павловичу. Я думаю, мы у тебя возьмем. Я прихожу на следующий день. Зима. Вижу, окно горит. Куда мне надо идти? В Амхате. В школе-студии. Я начинаю подходить к школе-студии. У меня поднимается паника, как у слона во время пожара. Чем ближе я подхожу к ручке, я не понимаю. Я спрашиваю себя, из-за чего я волнуюсь сейчас. У меня просто паника. Мы все погибнем, мы все умрем. Физически не смог открыть дверь, за ручку взяться. Я отхожу к метро. Все проходит. Я сделал четыре попытки. Я не зашел. Я не пришел. Кошмар какой. Это я не знаю, что со мной было. Вот честно, вот положа руку на сице, я не знаю. Больше такого не было. Мы бы с вами не сидели, если бы я поступил бы к нему. Почему? Потому что жизнь сложилась бы по-другому. Совершенно. Мне надо было поступить к моим мастерам. Земцову и Золотовицкому. Мне надо было пройти все это. Мне надо было понять, что я действительно этого хочу. И вы представляете, как я боялся все четыре курса. Я подходил к Золотовицкому и говорил, Игорь Яковлевич, скажите честно, вы меня отчислите? Говорю, Никита, иди. Я так боялся, что я вообще не косячил. Я приносил... Вот у меня было больше всех этюдов. Никита у нас на курсе был самым старшим, самым опытным. Наверное, с него был особый какой-то спрос у педагогов. Он всегда очень ответственно относился к занятиям, к этюдам. У него фонтанировал какими-то бесконечными придумками. При всей своей брутальной внешности он просто невероятно смешной, острохарактерный и смелый во всех своих проявлениях. Он просто как-то, блин, очень смешно показывал каких-то людей. Мне кажется, что он был одним из лучших у нас на курсе. И, конечно, было много запоминающихся каких-то моментов. Любопытно, что на курсе он был таким не героем брутальным, а он был скорее острохарактерный персонаж и брался за все вообще жанры. Но сейчас чаще его можно увидеть таким брутальным мужчиной, серьезным. Интересно было бы посмотреть на что-то такое, как раньше, как в студенчестве. На первый экзамен в Амхате актерского мастерства пришли все педагоги из всех вузов, в которых я учился. А-а-а! Вот ужас! И знаешь, что мне сказал Зимцов, когда мы думали, ты вот такой вот честный из армии пришел, а оказывается, театральная проститутка, ты мне сказал. Ты во всех вузах погулял. Если бы мы знали, ну хотя бы половину, говорит, мы бы тебя никак в жизни не взяли. Ну теперь ладно уж не отчислим. Я со страху начал хорошо учиться. Вот моя линзь губила меня от красного диплома. Я переставил из ГИТИСа одну четверку. Переставил зачет. А-а-а, чтобы перезачли, да. Мне так было лень читать в Зартеатр, что я просто переставил. И эта четверка не дала мне красный диплом. Вот и все. В МХТ вас взяли сразу после института. Это редкая удача или как? Больше я вам скажу. Почему вот я считаю, что должно было так, как должно быть. На втором курсе пришел Тумунишвили посмотреть. Великий режиссер. И я показывал наблюдение по пародию на Разумбаума показывал. И он на свой курс сказал, а вот этого улыстого можно мне в фильм? Зимцов сказал, да нет, вообще-то нельзя. Мы до третьего курса вообще им не разрешали смотреть в сторону кино. Говорит, ну ладно, что там по-свойски-то. Там у него три дня всего будет. И мне разрешили. Я первый раз пошел смотреть, что такое кино. Понял подлость гримеров, которые мне сказали, что камера все съест. Пихай больше ваты. Там мне разбили губу. Я понял, что это вранье. Камера все увеличивает наоборот. Такой был. Я ходил по площадке вот такой вот. Я говорю, а можно я с утра приду? Зачем у тебя вечером сцена? Я говорю, нет, я приду. Я ходил вот так. Так вам все понравилось, да? Я просто обалдевал от всего, что я вижу. Какая камера? Я понял, что вот чего я хочу. Вот этого. А потом на втором курсе мы показывали... Чаполина у нас был. Я был папа Чаполонная. И мы сделали так, что мы с Аней... Она Чаполина, а я ее папа. Вот, и мы придумали, что мы цыгане. Что Чаполина, я понял, дома у них нет, потому что они цыгане. Они все время ездят. Детей у них очень много, поэтому Чаполотто, Чаполетто, вот это вот все. Потому что у них много детей, они... И мы там такого напридумывали. В носы что-то понаставляли. Какие шляпы себе сделали. Какие-то домики там были с трубой. Какие-то шоу прям целые показывали мы с ней. И Золотовицкому понравилось. И он говорит, слушай, а давай сходим к Гришковцу. Я тебя попробую на Икара. Пришли. Гришковец говорит, вот этот? Ну, хорошо. А я думаю, вот это попробовались. Вот это интересно. И дальше был первый блин в моей жизни комом. Представляете, я вышел на сцену Мхата. На сцену Мхата. На святую сцену тогда. Нам же просто... Все, кто работают в Мхате, это небожители. Просто посмотреть на сцену Мхата, это уже прикоснуться к святыне. А тут меня утвердили на роль с моим мастером на одной сцене. Я второкурсник, я никто. А там... Вы не смотрели «Осаду» случайно? Нет. Обалденно. Спектакль, комедия. Я, когда смотрел первый раз, я чуть не умер со смеха. Все герои, все работники Мхата. И один только вот был Кокосов такой, который играл Икара. Он маленький, кругленький. Он просто выходит, и все смеются. Он крылочек надел, и все смеются. И я умирал просто. И когда я вышел на сцену... А вы должны были играть этого Икара. Да. И я этого... Я вводился, я поэтому смотрел три раза этот спектакль. Я все записывал, как он выходит, как делает. И потом я вышел первый раз. У меня волнение было, я думал, сгорю просто сейчас огнем пыхну. И я делал все точно так же. Но никто не смеялся. Вообще. И в зале гробовая тишина. Вот ужас. Слышно, как муха летает, или у кого-то коленка хрустит. Да-да-да-да. И я вышел, я думаю, я бездарность. И Золотовицкий такой, ну подумаем. Сейчас я еще не понял, не понял. Ну ладно, мы поговорим с тобой по этому поводу. И я подхожу к Гришковцу, потом через несколько спектаклей повторил, второй раз тоже самое, третий, четвертый, гробовая тишина. Я говорю, что мне делать? Я знаю, что, знаете, давайте крестик из пластыря на лоб наклеим еще. Это все? Он говорит, ну да, и все, и хорошо. А дальше так мне все устраивает. Я вообще ничего не понимаю. Я вообще не в профессии, я думал. Все, мне надо забирать документы. А оказалось потом, через три года, что я играл, мне открыли страшную тайну. Когда выходил Кокосов, было смешно. Когда я выходил, было безумно жалко. И поэтому тишина была. Вообще двоеразные роли. А они вам не рассказали, что вы другое играете? Нет. А потом мне дали еще одну роль, и еще одну. И у меня уже четыре роли в Амхате, а я еще не закончил школу-студию, а у меня уже четыре роли в Амхате. Обалдеть. Я такой, ой. А ушли вы из Амхата, почему? Я три года пытался уйти. Тогда впал в немилость. Чудеса какие-то с вами, боже мой. Почему-то он все время откуда-то пытался уйти, то дрался с кем-то, то еще что-то происходило. Все так, как должно быть. Я все время говорю, что я всегда успеваю только в последний вагон. Но этот вагон всегда оказывается СВ. Случилась одна история. Не буду говорить фамилии, просто впал в немилость. У нас был конек-горбунек тогда. Шедевральный спектакль. И Писарев тогда говорит, слушай, я хочу тебе вместе с Киселевым, Аркашей попробовать на Ивана. Давай вместе. Ну вот, в параллели. Я говорю, супер. И Аркаша что-то работает, а мне еще сама дали в нагрузку. Мы делаем неделю, две, три. А я все делаю этого сама, а он все делает Ивана. Я подхожу к человеку, говорю, а что ты вот как-то... Я буду играть-то Ивана? А что, тебе сама не нравится играть? Я говорю, нет, нравится. Просто если выбирать между Иваном и самым... То лучше бы, конечно, Иван. Ивана, ну, я ничего не имею против. Мне сумма тоже прекрасна. Говорит, ага, ну, все понятно. И с тех пор у меня прямо вот мужик на рыбе, слуга, такая прилюдная порка, восемь ролей в массовке выходить. Восемь ролей в массовке. И я понял, все, мне больше делать нечего здесь. И сколько вы в театре не работали, Никит? Шесть лет. Ух, как. Вы не представляете, какая у меня ломка была сначала? Я... Мне снилось, что я выхожу на сцену, что я забываю текст, что я не в той мизансцене, что я еще что-то накосячил. Три года меня ломало, я не мог приходить. Я не был в театре три года тогда. Вообще не ходил? Вообще не ходил. Я не мог себя воспринимать с этой стороны. Угу. Я там должен был быть. Я понимаю, понимаю. Я не скучал конкретно по МХАТу, я скучал конкретно по сцене. Угу. И вот прошло шесть лет, и меня позвали в Малый театр. Я не раздумывая, даже не читая еще пьесы, и даже сказал «да». Александр Клюквин. Он очень уважительный, тактичный и очень прислушивающийся к мнению своих партнеров человек. Это не значит, что он послушный. Это значит, что он умный. Что он очень понимает профессию. А профессия – это партнерство. Зачем он пришел в театр? Актеру без театра тяжеловато. Ты застаиваешься. У тебя нет живых партнеров. Ты работаешь на 50% с камерой. Никите было несколько сложновато поначалу. Но это продлилось недолго. Потому что он, как человек, очень талантливый, мощный актер и желающий развивать себя как актер, очень сильно желающий, преодолел это практически за 2-3 репетиции. И потом уже было не отличить. То, что он способен на многое, я могу сказать, я не знаю, насколько, где у него. И очень хорошо, что я не вижу его потолка. Это правильно? Но то, что он может взорваться, то, что он может разметать все вокруг, а потом на полутонах сыграть любовь, да, я вижу, может. Притом в одной и той же сцене. Может. Я думаю, он не зря пришел в театр. Он не зря эту штуку затеял. Ему это полезно, ему это нравится. И мне полагают, что ему это нужно очень. А как он надо мной постебался на читке на первой? Ой, самая первая читка. Я читаю что-то такое. Слышишь, начинаются все смеяться. Я так читаю, поднимаю, смотрю. Вот Света так делает. Я думаю, ах ты ж, ах ты ж, ой, как нехорошо. А потом понял, что это Степа был просто. Все, вот эти проверочки такие были. Но мы так сдружились. Вот действительно, за эти первые репетиции, когда прям вот туда входишь. И я так горел всем этим. Я зашел, когда в Малый, я же не был за кулисами в Малом, а там все из золота и мрамора такое. Да-да-да. И я первым делом пошел на сцену, просто так вот. Ай, какой же это запах, боже мой, как я скучал по нему. Запах за кулисьей, сцены. Никит, а в кино вы себя любите? Или вы все время себя критикуете? Вот вы сами себя? Критикую, всегда. Только критика дает рост. Плейбэк надо смотреть, обязательно. Я прям прошу посмотреть, чтобы сделать работу. Я же себя изнутри вижу. А плейбэк дает возможность посмотреть снаружи. В тех местах, когда я не очень понимаю, что я делаю. И тогда ты исправляешься немножечко. И тогда не придется спрашивать у других. Потому что не всем нравится, особенно режиссерам. Я однажды на заре своей карьеры спросил однажды, сглупил. По-моему, вторая моя картина была в жизни. Как оно? Так или не так? Он говорит, ты сам должен знать, так или не так. Если ты не уверен, что ты мне сейчас показывал? Действительно, он прав. Я должен быть сначала уверен, а если что, мне скажут. Режиссер Роман Прогунов. Вот мой личный опыт с Никитой, мы познакомились как бы очень быстро. И он очень быстро был утвержден, очень неожиданно на роль Потлатова вообще-то. Там был Потлатый такой герой. Никита никакой не Потлатый. И он так и остался в сценарии Потлатом. Мы уже не стали вымарывать. Вдруг у нас появился такой очень энергичный, невысокого роста, но атлетичный, такой очень энергичный человек, который влюбил нас всех в этого героя. Мне кажется, в нем здорово очень получилось. У него очень красивое тело. Мне кажется, Никита вообще выдающийся молодой человек. Большой молодец. Так что, чего бы не раздеться-то с такими данными. Но, может быть, он не совсем обычный в своем амплуа героя, потому что в нем какая-то есть еще удивительная какая-то загадка, что-то необъяснимое. То есть он как бы очень подвижный, и при этом у него такой взгляд как бы как у собаки. Он смотрит куда-то, у Хаски, я имею в виду, смотрит куда-то далеко, сквозь тебя, куда-то в какую-то перспективу. И поэтому, наверное, он немножко холодноват может показаться каким-то режиссером. Он веселый, очень обаятельный человек, с ним приятно проводить время. Но занятой, страшно занятой, понимаете? Все время занятый. Как с таким общаться? Только раз в год, может быть, раз в полгода. Ну, это с Ромой тоже интересно было. Это самые молниеносные пробы, наверное, в моей жизни были. Когда в Духлес позвали, получилось так, что я пришел, я все, сцену уже выучил, я волнуюсь. Бондарчук придет же. Все выучил, все сделал, все, стою. Один там, волнуюсь. Приходит Федя. А, да, все, этот. И уходит, и ушел. Вот открыл дверь. А, да, все, он. И ушел. И чего он? Что? Это что было? Никит, а вот ради партнера там на площадке или на театральной сцене вы можете в определенном смысле пожертвовать собой? Всех у нас, и Антона, и Макса, и Олю, все весь наш курс учили, что вы никто и два главных человека в вашей жизни. Это режиссер и партнер. Они всегда правы. Если они вдруг в чем-то не правы, смотри, пункт первый. Федор Лавров. С Никитой я знаком достаточно давно. Мы вместе играли и спектакли в том же самом МХТ, и в кино партнерствовали. И могу сказать, что Никита, на мой взгляд, прекрасный партнер. То есть не тянет ни одеяло на себя и существует с тобой в диалоге. И по большому счету, ну, я бы сказал, даже не сильно конфликтный, хотя понятно, что мы все можем отстаивать какие-то свои задачи, интересы и так далее. У Никиты есть свой стержень, и мне кажется, что он его держится и остается верен себе. Наверное, ну, это можно назвать некоторой жесткостью. Но так, чтобы он прям был какой-то жесткий на площадке или на сцене, и как-нибудь несправедливо вдруг был жесток, ну, я такого не видел. Ну, наверное, где-то он, отстаивая свои интересы, человек должен быть жестким. Ну, а как? Ну, что же? Ну, вот. Поэтому он точно не тряпка, но и без перегибов, да, в какую-то жесть прям такую суровую. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу о детях спросить, о ваших. Вы говорите, что дочка на площадке бывает... Не на площадке, а на работе с вами. Бывает, когда у вас есть такая возможность? Бывает. Вам не страшно, что ее тоже потянет со временем туда же, куда и вас, в актерство? Нет, не страшно. Ее уже тянет, и она уже актриса. Манипулятор, актриса. Заплакать может вот так вот специально, а потом переключиться, хоп, обратно, веселая. Уже. И я понимаю, что какой-то талант растет. Только бы... Ту-ту-ту-ту. Не спугнуть его. И это ее выбор должен быть. Вот когда вы дома, Никит, вот у вас сейчас, вы сказали, месяц выходной. Я оказался неподготовленным к такому количеству. Да. Я только хотела спросить, а вы какой? Вы зануда? Или вы наоборот радуетесь тому, что вот вы лежите в потолок, смотрите, и сейчас так можно лежать еще месяц? Я и радуюсь сначала, что можно повалендаться и ничего не делать. Я радуюсь, когда дома чисто и убрано. Я могу сказать, конечно, но я же просил не выкидывать туалет и бумагу в унитаз. Угу. Я понимаю. Прекрасно, да. Идеальный выходной день. Допустим, он один. Один выходной день. Какой? Я беру дочь и еду куда-нибудь в Китсбург или экспериментариум. Тогда с дочкой. Один день нужно посвятить дочери 100% и на 100%. Главное правило. У нас куча традиций. Мы воем с ней на луну перед сном. Это прекрасная традиция. Мы выходим и воем на луну. А там еще у соседей стоят такие в кустах, стоят два светильничка. Я все время говорю, вон, смотри, волки на нас смотрят оттуда. Пойдем скорее отсюда. Пойдем скорее отсюда. Она сразу во все включается. Во все включается. Потом мы идем, когда повыли на луну, мы пойдем, подходим к Богородице. Вот она крестится и целует. Потом мы загадываем. Есть ловец снов у нас из перышек. Я подсовываю туда, чтобы у нее было как ободочек. А я говорю, теперь загадывай сон. Мы загадываем сон. Я читаю ей три сказки, ровно три. Целую ладошки, носик, и она засыпает. Ребенок выращенный вот в таких традициях, в устойчивых, защищен. Поэтому я желаю вашей дочери вообще расти в этом состоянии полной защищенности, чтобы папа был всегда рядом. Особенно, чтобы он был рядом, когда ей это будет нужно. И чтобы у вас всегда хватало на нее сил. И на работу, и на дочь. Пока хватает. Ну, прекрасно. Спасибо вам большое. Каждый раз, когда я вижу на экране Никиту Панфилова, я испытываю радость. И мне хотелось бы, чтобы и театральная его жизнь сложилась так же удачно, как и в кино. Потому что видеть его актерскую игру на сцене – это уже не просто удовольствие, а прямо чудо. Субтитры создавал DimaTorzok